Всем привет, я Аликс Райт и сегодня я буду снимать текст, что в моем айфон. Я знаю, вы давно просили сделать это видео, давно его ждали, прошу прощения за задержку, но наконец-то я все подготовила и буду сделать его для вас. Хочу представить вам мой телефон, у меня айфон 5, и на нем есть вот такая кнопка с пандой. Она на самом деле очень классная, потому что она просто няшная и удобная. Но ее минус заключается в том, что когда телефон лежит где-нибудь на твердых плоских поверхностях и что-нибудь ударяется, то сразу включается Voice Control или Siri. Еще скажу, что у меня на телефоне стоит Jailbreak, это такая как бы пиратская программа, которая позволяет сделать возможные и невозможные возможности айфона, чтобы можно было пользоваться им максимально удобно. И один из плюсов вот этого Jailbreak это то, что самый первый, у меня вот здесь есть надпись, открой меня по-няшному, а не просто разблокируй. И как бы когда вы смахиваете так, нужно ввести пароль, но есть guest режим, можно сразу попасть, то есть режим гостя, можно попасть на страницу. И да, если вы заметили, у меня перемещаются иконки, и это вращение называется Pac-Man, потому что он как бы вот видите, и как раз вот этот элемент, когда он как лицо Pac-Mana. В режим гостя можно также попасть, взмахнув влево. Что, собственно, дает режим гостя? Допустим, я изначально в настройках поставила, что нельзя заходить в галерею. Вот в галерею я пытаюсь в нее зайти, она просто не открывается. Если как бы человек, который попытается зайти в галерею, попробует зайти через фотокамеру, вот она здесь галерея, тоже бесполезна, она просто не нажимается. Ну как бы здесь я буду рассказывать о своих программах, что я чаще всего использую. Это первая стандартная страница, на которой всякие утилиты, настройки, вот этот вот офис, все это. Вот этим все, что я не пользуюсь, я засунула в отдельную папку-офис. Здесь просто то, что я более-менее часто юзаю. На первый план я выставила фотографию, фотоаппарат, меломан. Это программа для прослушивания музыки, и ее фишка заключается в том, что вы как бы заходите в нее, вводите ваш аккаунт с ВК, можете загружать песни из вашего плейлиста, и тогда в режиме офлайн они будут вас прослушивать. Переходим на следующую страницу моей менюшки. Здесь у меня представлены несколько папок, которые рассортировал сам айфон, как бы по названиям. Я их еще не меняла. Здесь у меня папка здоровья, в которой всякие программы, которые помогают мне жить здорово. Непосредственно здесь вы видите весомер, вот эта вот желтенькая программа. Она позволяет фиксировать ваш вес, который вы сами вбиваете каждое утро, каждый вечер, выстраивать графики и показывать, есть ли успех или нет. Вот эта вот Delight, она дает подсчет калорий, которые вы съедаете ежедневно в продуктах. То есть вы пишете, какой продукт вы съели, сколько, и он вам дает количество калорий в этом продукте. Тогда вы фиксируете свою дневную дозу и понимаете, сколько вы съели. Доза от калькулятора калорий тоже самая, просто это более удобная. Nike Training Club вообще офигенная программа для тех, кто занимается спортом, девушки, в основном фитнес. Очень сложные, очень убивающие программы, вот именно домашний фитнес они в спортзале, от ведущих тренеров Nike Training Club. И вот эта вот Running, она дает, когда вы бегаете, вы включаете эту программу, и вы сможете увидеть километраж, количество калорий, которые вы потратили, скорость, время, расстояние, все вот это, все детали вашего бега после пробежки, даже карту, все оно фиксирует. В папке бизнес у меня как раз те программы, которые я использую для учебы. Это химия, потому что с химией у меня туго. Право, там всякий уголовный кодекс, семейный кодекс, гражданское право, конституция, потому что я учусь в экономическом классе, и мне это постоянно нужно. Калькулятор такой письменный, вот его фишка, кстати, он классный, то есть вы пишете там, допустим, корень из 80, он не извлекается, ладно. Здесь у меня Jill Break, Jill Break, тоже программа для Jill Break, и Google Переводчик. Следующая папка, это папка навигация. Здесь у меня погода, дубль гидс, фонарик, Google Maps, Shazam, которая классная программа, но может многие не знают, она позволяет узнать название песни, когда она играет. И вот это сон Гифи. Вы записываете песню, которую вы придумали, или просто какую-то песню, и она переворачивает под свой бит, под свою музыку, и вы можете это контролировать. Следующая папка, это папка. Здесь я собрала просто все, что у меня есть, что связано с общением, с поиском. Facebook, YouTube Capture, через который можно загружать видео. Chrome, Mail, Instagram, VK, YouTube, WhatsApp и Skype. Тут все понятно, я думаю. Теперь фотографии. Это то, как я редактирую фотографии через iPhone. Я думаю, это самый интересный раздел, потому что здесь вы можете узнать, как я через какие программы пользуюсь. У меня их, видите, очень много, и очень они полезные все. Вот это Pixel Aromatic, я ее держу только ради одного эффекта, который называется HD, что-то там. Он дает такое свечение и гардиент полностью. Потом как-нибудь я вам покажу. Просто я скажу, что она вот одна моя любимая из-за конкретного эффекта. Программа Repix, мне нравится то, что она может придавать яркость фотографиям. И там есть такие как бы пузырьки всякие, гардиенты тоже, гарнитуры. Но вот эта вещь, она корректирует дефекты лица. Я ей не часто пользуюсь, но иногда бывает пригождается. Pick Joiner это коллажи, Photo Wallet тоже офигенная программа. Она для фотографий скрытных, которые вы не хотите, чтобы они были у вас в галерее, но вы хотите их иметь. Там всякие секретики у кого какие. Дальше здесь My Scans, это программа, чтобы сканировать документы и потом их как бы делать в печатном формате и распечатывать. Это коллажи, коллажи, коллажи. Здесь у меня Fish Eye, тоже коллаж. Здесь слайд-шоу из фотографий. Здесь вы можете вырезать фотографии в базар, тоже классная программа. Когда вы себя выставляете на какой-то фон. Snapseed дает тоже классные эффекты, совместно с Google, тоже клевая программа. Retica, ну я думаю, ей все пользуются. Или Retrica, извините, если я коверкаю название программ. Она просто очень популярная, очень такая известная. Там много всяких фильтров. Ну, здесь Self-Timer, она сразу понятна по названию, что это таймеры. Вы просто ставите телефон, включаете таймер на время, которое вам нужно, и потом сами фотографируете себя. Ну, Wallpapers, это просто обои на iPhone. Следующая папка, это видео для обработки, когда я монтирую на iPhone. Когда я делаю для вас влоги, я как раз монтирую через iPhone, вот в этой программе iMovie. И на компьютерах, кстати, тоже использую iMovie. Ну, еще здесь есть GoPro, я могу смотреть, выгружать видео, как бы использовать вместо экрана магистра. И вот это вот медиа чего-то там, оно позволяет просто, как бы, делать начало для видео, и какая-то мелкая обработка. Ну, и, наконец, игры. У меня всего лишь три игры. Вот эта Sky Burger, которую, по-моему, уже нет на App Store, она вообще 100-летняя. Когда она еще там была, ее скачала, играю в нее, когда мне скучно. Вот это вот Road Trip 2, ну, просто развеять, как бы, настроение. И, конечно, баскетбол. Еще одна фишка Jailbreak, какая-то такая скрытная, которую, может, вы никогда не знали или никогда не видели, это вот этот значок Супермена, если видно. Возле Wi-Fi, возле связи, вот видите, маленький значок Супермена. Он, как бы, клевый, потому что он заменяет надпись МТС, Мегафон или ваша сеть, связь, и дает что-то свое. Вот, кстати, программа для Jailbreak, которая помогает устанавливать иконки сверху, называется Zeppelin. И как раз здесь вы можете выбрать разные запелинки, как я их называю, которые поставить можно сверху. Вот, допустим, Batman. Вот он, дорогой Лейгерс. Stormtropper, он вот так вот выглядит. И это просто няшность, милашность. Она мне очень нравится, вот эта функция. Вот это как раз те пиратские приложения для Jailbreak, которые позволяют сделать скрытые возможности для iPhone. Например, когда я вставляю наушники, у меня автоматически выбрасывается меломан, через который я могу слушать музыку. Или вот эти иконки, или разновидности перехода меню. Вот как у меня Pac-Man, можно сделать еще другие всякие по кругу, или там змейка, или еще что-нибудь. Режим гостя, контакты, и вообще всякие прикольные вещи. Так что Jailbreak, реал вещь. И она еще также позволяет скачивать программу бесплатно, и полные версии делать. Я рассказала вам про свой iPhone, и теперь буду показывать чехлы, которые я имею. У меня есть несколько всяких разных чехлов, и один из моих самых любимых, который я купила летом в Америке, это вот этот, тоже из Америки, Claris. Он просто обалденный. Здесь написано, I like a guy with mustache or cash. Мне нравится париться сами или деньгами с наличкой. С новойтой я привезла себе вот этот чехол Mini Mouse. Этот чехол я купила осенью в Чехии в магазине New Yorker. Был мой самый первый чехол. Вот этот чехол Beats, как бы, Monster Beats. Вот этот чехол прозрачный, салатовый, силиконовый такой, плотный. Вот этот тоже был один из моих самых первых, но обычная силиконовая кассетка, я думаю, почти у каждого она есть. Вот этот чехол я купила во Франции. Это был мой так, что в моем iPhone. Но у меня для вас есть небольшое объявление. В связи с тем, что я уезжаю, и я не хочу много брать с собой вещей в Америку, поэтому я буду продавать их, как бы, продавать буду очень дешево, не вообще далеко от стартовой цены, допустим. Если рубашка стоит в 1500, я отдаю ее за 300 рублей. И все в таком же духе. Просто всю, почти свою одежду. И все это в основном Zara, Manga, H&M, Topshop. Такие культовые магазины, которых у нас нет в городе, и поэтому вещи все почти новые. Как бы, одеты раза два, может быть, потому что в этом вся я, на покупаю много вещей, потом ничего не ношу. Все рубашки, юбки, я не знаю, что, брюки, платья, платья даже те, которые были у меня в локбуке, вот розовые и бежевые. Я все это отдаю. Ну, внизу я оставлю ссылку на свой интернет-магазин, группу ВКонтакте, куда я буду заливать вещи с стоимостью информации. Так что, если вас что-то и заинтересует, девчонки, пишите, отписывайтесь. Говорю, все в хорошем качестве, я плохого не продам. И все очень по низкой цене, так что вы можете вполне себе купить что-либо, что захотите в моем магазине. Всем спасибо, пока. Надеюсь на вашу отзывчивость. И жду вас, новые подписчики. И лайки, пожалуйста. Всем спасибо еще раз. Пока-пока.